Всем привет! С вами Наталья Маханёва. Сегодня я немножко повторюсь, но опять покажу заготовку помидорок в морозилку. Сегодня в морозилку у нас идут черрики целенькие и черрики половинки, которые я уже показала. Не знаю, как другие, но мы очень часто готовим пиццы, пироги всякие, куда используем всё, что есть в холодильнике, плюс помидорки. Поэтому с помидорами в морозилке хранятся всегда замороженные, если мелкие, то полукружочками, то половинками, либо, соответственно, кружочки. А вот целые черрики я даже не знаю куда. Но почему-то я представила в щи, обычные щи, чтобы там плавали целые черрики. В любом случае, так как черри у нас в этом году много, то и целые половинки у нас по-любому будут в морозилке. Ну и, соответственно, обычные кружочки у нас тоже забиты в морозилочке. Продолжаем вести статистику по томату сорт снегирь. Сегодня ещё один красник я сняла. 103 грамма. Так, итого у нас получилось с одного томата сорт снегирь вот такой урожай на данный момент. Я посчитаю в конце, когда уже будет последняя помидорка. Пока ещё есть зелёные. И ещё он даже цветёт, несмотря на то, что я его обрезала. Поэтому результат будет ещё позже. Это промежуточный результат. Так, ну и заодно перчики лидера. 319 грамм. Я, правда, себе в тетрадку 316 написала. Ну да. И 307 грамм. Лидеры по перцу. Из семян обычной перчины. Самая крупная с дикси. Вот такие. Собрала очередной урожай перцев. Пойдёт в морозилку. Резанный просто на рагу и всякие зимние заготовки, готовки. Как-то так. Ура! Сентябрь наступает. Клубника пошла. Как же не заснять такую радость? Не надо мне говорить про сорняки. Я знаю. И сорняки знаю. И что уже клубника отходит, знаю. Второй раз отходит. Но ведь красная. Но ведь красивая. Выглядывает. Вкусная, сладкая, ароматная. Так как клубники уже мало. Несколько кустов у нас ремонтантный. То она кажется особенно сладкой. Клубничка, клубничка. Ура! Клубника пошла. Вкус лета. Как-то так. Что может быть лучше? Огнём. Пьём Кока-Колу. Едём шашлыки. Ночью холодно. Да, муж говорит, что я немножко была неправа. Мы пьём Кока-Колу. Подогревай. Доедаем остатки сладкие. А можно положить рядом с железкой. Близко. Она без огня. Пусть полежит пару минут. Она прогреется. Муж рассказывает все способы согревания у костра. Особенно если на улице холодно. И даже если дождик пойдёт, ничего такого страшного не будет. Капельку тепла. Папе больше колы не наливать. Я уже пригрелась. Мне хорошо. И комары меня уже не кусают. Давай, когда-нибудь жарили маслины. Дочка решила пожарить маслины. Оказывается, маслины жареные. Это вкусно. Да, Соня? Солёненькие. Ой, тебя не видно. Солёненькие. Попробуй. Да будет свет. Солёненькие, вкусненькие, жареные. Не горячо? Внутри ещё холодно. Ещё внутри не пропеклась, да? Да. Лицо уже сгорело. Всё, свет кончился. Наступила ночь. Кошки бегают вокруг. Тоже хотят маслинку попробовать. Ну что, пробуй, а то сгорит. Света, добавьте нам, пожалуйста. Ну как? Вкусно? Всем рекомендую, если хотите, попробовать тёплые маслины. Жареные, с дымком. Дымка не чувствуется. Но они более солёные только. Жареные, с дымком. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok